Продолжаем с тобой проходить игру момента, а может даже и заканчивать. Критический выбор. Я очень скучаю? Или прости, надо было раньше понять, какие мы разные? Очень скучаю, это типа извини, я хочу быть с тобой вместе. И прости, это значит, что давай расстанемся хоть на хорошей ноте. Не вижу смысла говорить сначала одно, а делать потом совершенно другое, поэтому скажем, что прости, надо было понять это раньше, чтобы не причинять никому боль. То дело не в понимании, а в элементарной честности. Я не скрыл от тебя ничего, все ошиба, мы ни от него ничего не скрыли. Мы сказали ему правду. И когда эти отношения ухудшались, рушились, мы тоже старались по возможности говорить правду. Я узнал о вашем сплежении с Биллом намного позже, чем должен был. Разве не так? Я все время пытался понять, в чем я виноват. Что я делаю неправильно? А ничего, что она сама не помнит? Подожди, она им сказала, что она не помнит или нет? Прости, я запуталась и знала, что если признаюсь, все будет кончено. Я не хотела сделать тебе больно. Но во-первых, на то, чтобы признаться в таких вещах, действительно нужна смелость. А он еще недовольный. Какая забота с твоей стороны? Когда ты заберешь остальные вещи? Только предупреди заранее, чтобы у меня не было дома. Я надеюсь, что когда все забудется, мы сможем общаться. Остаться друзьями? Смешно. Именно этого я хочу меньше всего. Но мы написали, видимо, чтобы закончилось все хорошо с Ричардом. Сара, милая, ты же ничего не расскажешь, правда? Я уже назначила встречу с лейтенантом. Я же сказала, не надо на меня давить. С отцом мы не общаемся. Через маму, чтобы он тоже не узнал, что мы будем встречаться. Не будем говорить. После всего этого у меня поднялось давление. Пожалуйста, не делай этого. Это такой эмоциональный шантаж манипулирует тобой. С тобой все будет хорошо. Да, с ней все будет хорошо. Жизнь с отцом закалила тебя. Можно хоть в космос отправлять. Действительно, так оно и есть. Да, а как же твоя жизнь? Тебя же уволят. Мам, прекрати. Я не хочу ничего слушать. Мы, люди взрослые, сами разберемся. Без работы точно не останемся. Элизабет нам пишет. Мне звонил Ричард. Спасибо, что поддерживаешь его. Рассказал, что мы расстались? Поинтересуемся. Ну, может, он к ней как психологу пообратился. Как быть? Это все изобило. Так? Отчасти да. Мы с Ричардом очень разные. На самом деле, действительно разные. Возможно, просто Билл как раз появился, и Сара стала это больше понимать. Так что виноват точно не Билл. Ты, я вижу, это поняла, когда с Биллом познакомилась. Лиза, я сожалею, что так вышло. Что, мы перед всеми извиняться будем еще? Но о наших с Ричардом отношениях ты понятия не имеешь. Я так понимаю, мы сейчас еще с ней поругаемся, и ребята будут все-таки вместе. Ты всегда была такой. Никогда не задумывалась, как твои поступки повлияют на других. Я не со зла. Ну, действительно, Сара такая, но здесь она поступила полностью правильно под нашим с тобой руководством. Не стала ее лить, не стала врать, не стала питать пустыми надеждами других людей и разочаровывать от этого еще больше. Я знаю, что не со зла, но легче мне от этого не стало. До свидания. Беседа активно с Эмили. Почему ты все от меня скрывал? Я не понимал, что делал. Журналисты торчат у дома. Я как будто заново все переживаю. Скоро рыбкам бросят свежие новости. И все все забудут. Но сейчас ей от этого не легче. Что ты собираешься делать? Мне нужно психиатрическую клинику. Я не справлюсь один. Молодец, что хоть это понимает. Это надо было сделать давным-давно. Но во всем виновата мое идиотское самомнение. Если я поправлюсь, я хочу поговорить с Беном. Исправить прошлое уже не получится. Но я хочу показать ему, что мне можно доверять. Он давно этого ждет. Для меня больше ни в чем не осталось смысла. Это все из-за Ханны? Ханна заставила меня клянуться назад и увидеть, каким мудаком я был. Я тоже во многом виновата. Иногда мне кажется, что шансы нулевые. Думаешь, он согласится со мной встретиться? Он всегда к тебе тянулся, но ты его игнорировал. Как, впрочем, и меня. Ладно, это все в прошлом. Может, у меня и получится. Ведь только смерть не оставляет шансов. Джереми, мне пора. Я обещал не открывать эту тему, но мне надо знать, что у вас с Ричардом. Мы расстались. Ты точно этого хочешь? Я не готова об этом говорить. Давай пока все оставим так, как есть. Я не прошу ничего. Я встретилась с человеком из ФБР и отдала все доказательства по делу АНБР. То есть, с Биллом ты решил это не обсуждать? Это отличная новость. Ты сделала это. Ты доказала, что эти убийства не были несчастными случаями. АНБР, это не все. Отца, скорее всего, посадят. Но он подает на тебя в суд за незаконное проникновение в его офис. Значит, меня могут уволить или даже посадить? Это я тебя впутала. И в суде я возьму всю вину на себя. Я не могла все не рассказать. Возьмем вину на себя. Потому что Билл действительно был не виноват. Я, конечно, тогда говорил, что он тогда помогал, потому что либо он убийца, либо он очень странный человек. Но на самом деле, третья причина, о которой говорил Билл, это влюбленность. И он любит Сару. Ты приняла решение и даже не спросила меня. А что бы ты сделал на моем месте? Это и есть любовь, это и есть забота о близком. Сара, я сейчас так зол. Просто лучше не попадайся мне на глаза. У меня не было другого выбора. Забота о близком, если что. Я про то, что возьмем всю вину на себя. Выбор у тебя был. Но ты в очередной раз сделала то, что хотелось тебе. Отец в коем-то веке пишет тем более и сам нам. Мне пришло оповещение явиться на допрос. Значит, ты решила поставить на кон все ради одного дела? А что ты ожидал? Это два убийства, а не ограбление магазина. По-моему, он вообще забывается. У твоей матери случился нервный срыв. И что, ты хочешь на нас это повесить? То есть это не ты виноват, что с ней такое случилось? С каких это пор тебя вообще интересует ее здоровье? Я о ней позабочусь. С каких пор интересуют? Ты же у нас сам по себе. Знай, меня не посадят. А вот ты, как с этим будешь жить? С чистой совестью, наверное. Это лучше всего. Мне тут сообщили, твоего отца обвиняют как соучастника сокрытия убийств. Это я нашла и выложила все доказательства. Это наше дело. И мы подводим его итоги, и мы его и раскрыли. Да, я знаю и впечатлен твоим расследованием. И сейчас прозвучит но. Но нас уволят. Ты сама понимаешь, нам нужно избежать скандала. Твой отец опять подал в суд на Билла. Билла, не трогайте, это я его заставил. Давай скажем про это. Это не снимает с него ответственность. Я предлагаю вас обоих временно отстранить. И посмотреть, насколько сильная поднимется шумиха вокруг этого дела. Ну и посмотреть, оправдает ли Билла или нет. Звучит достаточно справедливо. Я надеюсь, что можно рассчитывать на ваше содействие. Давай про содействие. Может он лучше, чем капитан Кварк. Мне важно защитить свой отдел и как следствие вас. Я вас понимаю. Странно быть наказанными после успешного расследования. Да, это действительно так, но жизнь она такая. Скажем, что понимаем. Ты сама прекрасно знаешь, как все работает. И еще вопрос. Какое твое мнение о Дереке? Он что, хочет его повысить? Мне кажется, его в участке недооценивают. Иногда удивляют своей профессиональностью, но чаще уважают. Нет. Его недооценивают. Он действительно молодец. Да, у него другой характер, но от этого он не становится менее ценным сотрудником. Спасибо. Твой общий чат и сейчас, что Дерека повысили. Ну, давай. Хорошая новость, пускай будет. Ребята, начальник вызвал меня сегодня в кабинет. Что думаете? Ты получил повышение? Узнали о взломах? Повышение. Он заслужил. Угадала, крошка. Перед вами сержант Дерек Собольский. Поздравляю. Молодец. Ну вот, а чем не хорошая концовка? Дерек получил повышение. Билл, ты слышал? Теперь мы оба сержанта. А касаемо Билла, это не совсем. Билл, он не онлайн. Сегодня жду всех вас в баре Мэл. Пробьем всю зарплату. Постараюсь прийти. Нет настроения. В смысле? Дерек помогал нам, теперь мы должны помочь ему. Это ты замолвила за меня словечко? Как обещала. А мы обещали это разве? Я чуть не помню. Но если обещали, то хорошо. Пседа с Ричардом. Ричард, извини, что беспокоил. Когда мне можно будет забрать свои вещи? Он же не хотел с нами пересекаться. Вот мы лучше и узнаем по времени. Вижу, тебе не терпится порвать с прошлым. Да ты сам спрашивал, когда придем забрать вещи. Ричард, ты бесишь? Опять бесишь? Я просто подумал, что тебе неприятно их видеть. У тебя осталось много нужных мне вещей. Действительно, ты же сам об этом говорил. Вот эти вот обидки дальше продолжаются. Ты сама забота. Неужели мы вот так расстаемся? Это невыносимо. Это тебе невыносимо? Мы встречались с тобой три года. И после встречи с Биом, ты неожиданно поняла, какие мы разные? Мы всегда ссорились из-за моей работы, опозданий, праздников. То, как мы видим наше будущее, это тоже я придумал? Это все, что ты помнишь? Какая же у тебя избирательная память? Ты был очень терпелив со мной. Понимал меня. Но он действительно, он ради нас старался. И это давило на меня. Я не могу больше жить с этим чувством вины. Я сделаю из тебя еще и мучительницу, да? Ладно, это уже не важно. Я надеюсь, через некоторое время мы сможем спокойно поговорить. Но расстаться-то нужно по-человечески. Разве уже не все сказано? Прощай, Сара. Прощай, Ричард. Меня пока отстранили. И тебя я знаю тоже. Почему ты не поговорила со мной, прежде чем все рассказать? Вот я тоже не понимаю. Дали бы этот выбор. Пускай этот выбор будет критическим. Пускай. Почему два выбора критических и оба про Ричарда? А ты разве смог бы поступить иначе? Я боялась, что передумаю. Действительно, Билл. А ты бы поступил не по совести? Ты бы так же поступил бы. Скорее всего, нет. Но ты лишила меня выбора. А разве он был? Все вину за взлом я возьму на себя. Тебя не уволят. Это в лучшем случае. Ладно, ничего уже не изменить. Билл. Прости меня. Но иначе я не могла поступить. Встретимся сегодня. Я не ожидал, что у меня появится столько свободного времени. Приезжай ко мне. Сара с Биллом начали встречаться. Но Билл так и не смог простить ее. И они в скором времени расстались. Сара погрузилась в работу и даже не пыталась устроить свою личную жизнь. Ричард переехал в другой город и получил пожизненный контракт в университете. Он женат и у него двое детей. Отца приговорили к десяти годам тюрьмы. Но он пошел на сделку со следствием и срок уменьшили до пяти лет. Дерек познакомился с известной моделью. Бросил работу и переехал в Нью-Йорк. Джереми прошел курс реабилитации и нашел работу в маленькой частной клинике. Он пытается наладить отношения со своим сыном. Момент. На этом у нас игра закончилась. Писали, спрашивали, будет ли несколько концовок. Я не совсем понимаю, а какая концовка тут может быть еще другая. Врать Ричарду, в которой у них не будут хорошие отношения, если проблема есть. Не говорить следствию, не говорить ФБР об этом. У нас будет все сбило, но мы не раскроем это дело. И ее подруга, Лора, они погибли зазря. Посмотрим, но это будет наша основная концовка. Спасибо, что смотрел. Каждую серию с плохим звуком, с плохим монтажом, с отсутствием монтажа и так далее и тому подобное. Но именно благодаря тому, что смотрели, комментировали, поддерживали. И благодаря всему этому всегда находились силы делать, улучшать, стараться показывать эту игру все лучше и лучше и лучше. В целом, по игре могу сказать, что игра хорошая. Очень много странного, очень много непонятного. Она затянута. Реально, вот все, что здесь показали, весь этот сюжет, можно было в два раза уменьшить и было бы только лучше. Не знаю, зачем так сильно растянули эту игру в момент. Не знаю. Ну, какая есть, такая есть. Обязательно подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Хорошего тебе настроения и до встречи уже в следующих играх.